Здесь более трёх тысяч экспонатов. По ним можно поэтапно увидеть, как развивался Липецкий край. Главный музейный принцип руками не трогать здесь не работает. До каждого из экспонатов можно не только дотронуться, но и взять в руки. Музей прессы «Смысл жизни» журналиста Александра Косякина. Он много лет собирает вещи из разных эпох, чтобы соединить их в экспозицию. В музее очень много уголков, разделов, инсталляций, композиций, возле которых можно затевать разговор с любой категорией. Детям я буду одно показывать, или экскурсовод, который будет работать, любителям старины другое, журналистам третье, банкирам четвёртое, работникам собеса пятая. Всего этого здесь достаточно. Большинство экспонатов этого музея подлинны из-за своей истории. Вот, к примеру, требник XVIII века. Это подарок одного из монахов Задонского монастыря. Теме монашества в музее посвящён целый раздел. Здесь можно увидеть притечу всех журналистов области. Первого летописца Липецкого края и романаха Геронтия. В XIX веке он печатал в Воронежских епархиальных ведомостях описания Задонского монастыря. Здесь же выстроилась очередь из желающих исповедаться самому Тихону Задонскому. Подонных экспонатов в музее около 50, и каждый индивидуален. Вот это вы нигде не увидите. Это наша придумка. И вот, чтобы сказать, что мы научились делать манекены, это новые технологии, это позволяет нам предлагать такую вещь. Мы могли бы в области создавать музейные уголки, инсталляции, музей рода для конкретных людей. В соседнем зале зрители могут увидеть редактор одной из первых в нашем крае газет «Задонский листок». Рядом с ним сидит купец, который указывает на ошибку в статье. Кстати, любой желающий сможет проверить в этом музее свою грамотность. На некоторых стендах встречаются намеренные ошибки и опечатки. Каждый раздел, он претендует на то, чтобы здесь затеять какую-то дискуссию, поговорить и даже поспорить. В музее есть вещи, ну, скажем так, не совсем бесспорные. Некоторые сделаны с ошибками, с подначками. То есть тут есть повод говорить, размышлять и уходить с каким-то чувством. Страшные страницы нашей истории. Эти два раздела не оставят равнодушными ни одного из гостей музея. Репрессии 30-х годов и Великая Отечественная война. Часть экспозиции — тюремная камера с заключенными. Сложно поверить, но дверь в камеру подлинная. Гирзовые сапоги, немецкие каски, шинели военных лет создают особую атмосферу. Микрофоны, штативы и камеры. Этот раздел музея посвящен журналистам радио и телевидения. Рядом царство фотографов. Десятки раритетных фотоаппаратов. Этой коллекции позавидует любой ценитель. Фотограф снимал. Затем он доставал в темноте пленку из аппарата. Закладывал его в бачок. Заливал проявитель, который тоже сам по рецептуре составлял. Потом высушивал. Потом ставлю пленку в увеличитель. Включал свет специальный. И в темноте начинал печатать. Каждый раздел экспозиции замыкается печатным словом. Здесь дореволюционные нивы, ведомости, искра, газеты военных лет. Все экземпляры подлинные. Музей пресса, региональный пресса, создается журналистским сообществом. Журналистами Липецкого края. Своими руками, своими мозгами. Таким образом они вносят свой вклад, реальный вклад в дело развития эрекционной зоны. Помогая раскручивать зону. Создавая еще один музей. Музей откроется в ближайшие месяцы. В самом центре русского Иерусалима он, несомненно, станет еще одной изюминкой старинного Задонска. Ольга Родина, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время, город Задонск.